Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях руководитель историко-патриотического клуба «Генерал» Андрей Владимирович Ткачук и ученики Барвихинской школы по совместительству и участники историко-патриотического клуба «Память». Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте, Андрей Владимирович! Давно не были в нашей студии, но за это длительное время в деятельности вашего клуба произошли существенные изменения. Очень много появилось новых направлений. Вот хотелось бы об этом сегодня поговорить. Деятельность клуба сейчас сконцентрирована на «Салюте Победы-2019». Это очередной этап эстафеты, который глава уже городского округа Одинцовского Андрей Робертович Иванов проводит уже пять лет подряд. И в этом году тема «Новороссийск. Город-герой». Это фактически морской Сталинград. Сейчас мы поднимем... Что непосредственно вы разрабатываете в данном направлении? Что делаете? Какая задача у вас? Я бы, если вкратце сформулировать, обозначил это так. Мы стараемся подготовить в адаптированном виде материал по сражению, по десантам новороссийским, для того, чтобы в школах это все воспроизвести. То есть, чтобы для ребят девятых, пятых классов эта информация стала доступной, потому что о самом новороссийске знают крайне мало. Ну, то есть, по большому счету, получается, стартует салют победе и автоматически стартуют уроки во всех школах района, которые будут проводить ребята. Ну, естественно, будут они посвящены битве в Новороссийске. В идеале это будет работать так. Мы уже фактически подготовили программу. Нам совсем буквально вчера, недавно передали карту такую на виниле, которую можно разворачивать очень большую. На ней можно проводить прям такой настоящий интерактивный урок, показывая, что за чем шло, какие этапы. И, соответственно, с этой картой мы будем приезжать. У нас есть портреты, есть презентация, есть фишки игровые, которыми мы будем показывать, что происходило. И, таким образом, костяк какой-то в каждой школе мы будем готовить. То есть, я пока надеюсь на то, что это будут ребята именно из девятых классов. А дальше, по идеальному варианту, эти подготовленные ребята уже сами под руководством педагогов идут в пятые классы. И в пятых классах рассказывают о том, что они узнали. Ну, то есть, получается, такая концепция «дети-дети». Помимо этой концепции, совершенно верно озвученной, эти дети рискуют в составе делегации уехать непосредственно в Новороссийск. И это станет просто шикарным, на мой взгляд, дополнением, когда они посмотрели какой-то документальный фильм, который лежит у нас в группе ВКонтакте, увидели это все на видео. Потом они все это увидели на карте, потом они это все представили, пока они рассказывают. И, наконец, приехали туда вживую. И вот финальным аккордом станет то, что они вернулись в школу. И уже, так сказать, саккумулировав все эти знания, воспоминания, то, что они видели, в чем они участвовали, еще раз с кем-то они поговорят. Но вы насколько оцениваете подготовленность и готовность детей вот к такой, ну, не побоюсь этого слова, работе? Я оценил ее достаточно хорошо. Вообще, одинцовская молодежь, одинцовские подростки, они имеют и тягу, и склонность, и навыки работы. И многие уже определились с учебными заведениями, куда пойдут дальше. Вся вот эта деятельность, она, в принципе, в створе того, что они выбирают. Потому что ребята, которые выпускаются, например, из клубов, они кто-то идут в педагогические вузы, кто-то в военные, кто-то еще куда-то. Но в любом случае эти навыки, они пригождаются. Кирилл, расскажи, как ты попал в историко-патриотический клуб «Память». Чем тебя заинтересовала деятельность этого клуба? В историко-патриотический клуб «Память» я попал достаточно давно, два года назад. Мне было интересно вообще направление историко-патриотического клуба. Оно связано до сих пор с реконструкциями. Мы участвуем в реконструкциях, в митингах. Это очень интересно. Но все-таки за счет деятельности и твоего непосредственного участия в жизни клуба, твои познания в истории, они стали шире? Конечно же, они стали шире, ведь каждый урок, можно сказать, каждую лекцию Андрей Владимирович нам рассказывает что-то интересное, связанное с историей. Кирилл, чем вы занимаетесь в вашем клубе? Каждую неделю у нас… Как проходят занятия? Да, каждую неделю у нас проходят занятия, на которых мы открываем для себя что-то новенькое. Мы в первую очередь изучаем историю, но не так, как мы ее изучаем, допустим, дома. То есть, с помощью каких-нибудь источников, а в интерактивном виде. Очень интересно, что это за интерактивное видео, Андрей Владимирович? Ну, скажем так, во-первых, сами по себе занятия предполагают вовлечение ребят в волонтерскую деятельность. Например, раз в неделю ребята из трех клубов, из четырех, приезжают иногда даже больше, потому что мы приглашаем гостей, приезжают в библиотеку номер один. На базе этой библиотеки проходят тоже занятия, но они проходят с опорой на ребят. То есть, например, мы можем пригласить совсем новичков и их познакомить с какой-то темой, потом предложить им какую-то игру, и чтобы они себя не чувствовали брошенными, с ними присутствуют рядом опытные инструктора. Вот, например, сед слева и справа. Независимо от того, будет это Великое Отечественное или Древний мир будет, в любом случае будет рядом человек, который в это дело уже погружен, он может что-то подсказать. И благодаря этому реализуется вот этот принцип, что мало того, что нужно ребёнку дать во что играть, нужно объяснить как. Вот, поэтому таким макаром, например, они помогают. А сам принцип интерактивности, он выглядит обычно следующим образом. Любое занятие, какое бы оно ни было исторической направленности, предполагает, что ребята впервые сталкиваются с какими-то понятиями, с какими-то новыми словами, которые звучат. Это очень здорово, если то, про что ты говоришь, оно лежит перед ними. То есть, например, мы берём восстание Спартака, и там масса терминов, которые можно показать тут же, что это вот такое. Мало того, что это можно показать, мы сразу на человека это одели, он стоит, чувствует себя уже, наверное, почти гладиатором. Вот, слава богу, сняли. Вот таким макаром уже материал, ну, как минимум, забыть не будет. У нас был случай, когда паренёк стоял, держал аквилу римского легиона. Он сначала даже не понял, что это такое. То ли его наказали, то ли его поощрили. Вот он стоял мужественно, её держал, потом решил уточнить. Вот, но мог сразу сделать. То есть, интерактивность всё-таки даёт свои плоды? Я уверен, что она даёт. Весь вопрос в том, что, скажем так, это уже, наверное, требование к занятиям современным. Потому что необходимо в мире, в котором ребята сидят уже фактически в мобильном телефоне, в социальных сетях, чтобы что-то перекликалось. То есть, мы вынуждены создавать и социальные какие-то группы, и их как-то наполнять, и ребят вовлекать в эту работу, формировать культуру общения в интернете. И всё это, опять-таки, выплёскивать обратно на занятия с тем, чтобы мы и готовили себе смену. Андрей Владимирович, наверное, у ваших групп ещё одна очень важная миссия. Это борьба с определённым негативом, который выплёскивается и по отношению к разным историческим событиям, связанным с нашей страной, в социальных сетях, и что является в доступе у детей. То есть, это, опять же, те самые факты исторические, которые искажаются и подаются совершенно по другим соусам, и уже непонятно, как ту или иную информацию воспримет ребёнок, и чему он в конечном итоге будет верить. С одной стороны, это очень сложный вопрос, и в нём настолько много граней, что достаточно объёмно и развернуто нужно отвечать. Я бы немножко ушёл в сторону, вот в каком плане. Обозначу, так сказать, опорные моменты. Ребята не вовлекаются в борьбу, в прямом смысле. То есть, бороться с негативом там, где давно существует сообщество, многотысячные, это очень-очень такая серьёзная задача. Мы скорее помогаем... Ну, дайте им право выбора. Помогаем формировать, во-первых, культуру общения в определённом смысле, во-вторых, вот, предположим, берём салют победы. Это реальная проблема, то, что город-герой с невероятной славой, 200 дней там, с героические поступки, отвага, мужество, дерзость, там всё это присутствовало, но в потоке информации в современном очень сложно выделить место ещё и для вот этого потока. Но, несмотря на это, мы создаём группу, мы проводим занятия, мы будем стремиться к тому, чтобы фотографии с этих занятий, они попадали в альбомы специальные, чтобы в эту группу привлекались ребята, которые были на этих занятиях. И опять-таки, по максимуму ребят будем вовлекать в эту деятельность. То есть, мы, по факту, будем стремиться многократно повторять этот материал для них, чтобы реально это получились инструктора, которые в случае чего могут где-то это воспроизвести. Опять-таки, видя такой объём работы, я думаю, что ряд ребят тоже заинтересуются, потому что, если этот интерес появился, то уже независимо от того, как Кирилл борется или как Мила борется на этом фронте, скажем так, он сам пойдёт что-то искать. И вот здесь мы уже себя и этого человека подстраховали тем, что есть группа, которую мы наполняем. То есть, ему не нужно будет там бороздить весь интернет, он заходит, вот видео есть, фото есть, какие-то статьи есть. Пожалуйста. Мила, с чего началась твоя деятельность в историко-патриотическом клубе? Ну, мои друзья начали ходить и позвали меня с собой. Я согласилась, и мне очень нравится туда ходить. И уже как два года я хожу в историко-патриотический клуб. Андрей Владимирович рассказывал о том, что вы уже такие матёрые волонтёры, можете обучить любой игре, любому направлению своих младших друзей, а может быть даже и сверстников. Да. Насколько вот интересна тебе эта работа? Мне очень интересно. Мы часто ездим по четвергам в библиотеку номер один, там сами тренируемся, обучаем кого-то. Мне очень нравится. Какая твоя самая любимая игра и почему? Самая любимая игра – это «Спартак», потому что она меня больше затягивает, мне больше нравится, мне как-то больше эмоций в ней использую. У меня тоже много эмоций эта игра вызывает, но по факту это составная часть. Как и всё, во что мы играем, это только составная часть. Мы, как и говорили, некогда стремимся к тому, чтобы появилось такое комплексное занятие, в рамках которого мы можем найти место для рассказа, показа каких-то экспонатов, для настольной игры, для каких-то приключений на улице или в спортивном зале и для какой-то викторины. Вы уже сказали о том, что генерал объединил четыре клуба. Где эти клубы располагаются и как вы курируете и строите работу? Как взаимодействуете с ними? Я бы сказал, что не столько он объединил, сколько осуществляет какую-то координацию. И в рамках нашей работы к генералу присоединился клуб «Память», который располагается в Барвихинской школе. Присоединился клуб «Победа», это 10-й лицей Одинцовский. Появился совсем недавно клуб «Гвардеец», это 13-я гимназия. Я надеюсь, что в круглой школе тоже что-нибудь появится в совсем ближайшее время. Но помимо этого мы взаимодействуем, естественно, с теми ребятами, которые находятся на территории Одинцовского округа. Это и в Вершово, в Каринском есть свои клубы, и тоже они с нами взаимодействуют. Есть клуб в Краснознаменске, мы с ним очень плотно взаимодействуем. Поэтому вот такое соседство, скажем так, такое курирование этих процессов, оно позволяет ребят организовывать на какие-то мероприятия, сосредотачивать их вместе. То есть мы надеемся, что к 23 февраля, например, нам удастся провести такую хорошую акцию в Захарово. Они очень давно нас ждут и предлагают нам хотя бы час показать, что это вообще такое, что это за направление, чем заняты ребята, и я надеюсь, что представители всех клубов туда приедут на этот час, и мы что-то будем делать. Недавно мы провели такую интересную акцию на фестивале ГТО, когда ребята, в том числе Мила, готовила лыжи своими руками, деревянные, потом в форме на этих лыжах, на фоне лыжников, которые в пластике и в спортивном костюме, ребята прямо аутентично приняли в этом фестивале участие. Я надеюсь, что на 23 февраля будет возможность такую опцию в ограниченном формате повторить, но уже в полной экипировке с оружием. Пусть это будет какой-то маленький поход, но зато, мне кажется, такая очень объединяющая вещь. После этого, конечно, должен быть чай, желательно в помещении. Мила, как на вас реагировали современные школьники? Они начали задавать кучу вопросов, спрашивали, как нам в форме, как нам нравится ходить. Не спрашивали, где вы взяли такие лыжи? Они спрашивали, мы сказали, что мы их делали сами. Они спрашивали, вы их прямо вот сами из дерева. Мы такие, ну, нам там предоставили их, но мы все же их сами красили, сами на них катались. С каким чувством встали на эти лыжи? Ну, такие необычные, я бы сказала, совсем непривычные для взгляда современного ребенка. Сначала я вообще не хотела кататься на них, но потом я встала. Почему? Ну, я думала, они не поедут, будут такие, вообще будут стоять. Они поехали довольно быстро, ну и я, так все получится. Ну, в общем, все-таки лыжи тебе понравились. Да. Кирилл, ну а ты? Это действительно было незабываемо. Все подходили, фотографировались с нами, так как мы были не в обычном, можно сказать, для остальных не в обычном виде. В общем, в современном мире это было что-то такое, ну, суперординарное. Мне было сложно представить, как так я смогу проехать 5 километров на деревянных лыжах. Но у меня получилось, я смог. Андрей Владимирович, это первый такой эксперимент. На самом деле, такой эксперимент, он уже далеко не первый. То есть, основоположником этого движения является Антон Валерьевич Кузнецов из поискового отряда «Китиш». Но формат, в котором мы принимали участие, он предполагал просто, скажем, какой-то поход лыжный с выполнением и отработкой определенных задач военной направленности. А совсем, скажем так, недавно, то есть, буквально в прошлом году возникла мысль, что раз ГТО предназначено для подготовки, по большому счету, к защите Родины, ну, это из их целей и задач, то будет очень неплохо соединить наше направление, которое связано с сохранением памяти о Великой Отечественной войне, с вовлечением в эту работу подростков и молодежи и заодно сдачу спортивных нормативов. И, опять-таки, сама идея, она оказалась привлекательной и для организаторов этого фестиваля. И она несет в себе хороший потенциал, на мой взгляд, потому что, если, скажем, какая-то барышня, которая с Милой соревновалась и пришла к финишу позже, чем она задаст себе вопрос, как Мила в шинели на деревянных лыжах проехала быстрее, чем я, вся такая спортивная инопластик, то, возможно, это ее сподвигнет к тому, чтобы она лучше тренировалась или что она быстрее проедет в следующий раз на этом фестивале. А, возможно, кто-то захочет просто присоединиться к вашему движению, узнать больше об истории родной страны. Я бы даже... Сопоставить деревянные и пластиковые лыжи. Идею бы даже развил, потому что мне кажется абсолютно правильным то, что ребята себя так позиционируют на празднике. Потому что одно дело, когда ты приходишь на, например, 9 мая или на памятную дату военную, где ты ожидаешь, что будут люди в форме, там будут какие-то интерактивные площадки посвященные, он этого ждет. Обязательная каша. А когда он идет на фестиваль спортивный, то увидеть людей, которые пришли туда еще и вот с таким настроем, так одеты, это, конечно, необычно. И, собственно, это у нас второй получается такой заход, потому что впервые у нас он состоялся, когда нас пригласил Голицынский пограничный институт на свой праздник спортивный. И там по старой доброй традиции соревнуются разные школы, они непременно лучших спортсменов своих привозят с тем, чтобы они обыграли первый курс института. Этот институт так пытается продемонстрировать, насколько курсанты первого курса, они отличаются от ребят старших классов. А те пытаются, соответственно, доказать, что они там, привезя мастеров спорта и кандидатов спорта, лучше, чем, значит, ребята с первого курса. Мы пошли другим путем, мы вышли тоже, вот как сейчас Кирилл сидит, вот примерно так же в сапогах, ребята бегут в кроссовках, в кедах, соревнуются на результат, а мы, ну вот наша команда, она бежала именно вот так. И даже на тот момент это было, вот я давно такого не видел, единение среди, во-первых, курсантов, которые в тот момент, когда бежали наши представители, они болели именно за них. И вопрос был даже не в том, что он там кого-то обогнал, и даже в сапогах он смог выполнить там норматив, да, прибежав там не последним, а в том, что это, ну для них такой мостик в их же собственное прошлое пограничное, и там прямо на трибунах кричали, Кирза, Чики, они еще не знали, как зовут бегуна, но четко понимали, в чем он бежит. Это было главным отличием. Да, это было очень здорово и для ребят, и для болельщиков, собственно, мне кажется, тоже прекрасно. Ребята, у меня к вам вот такой интересный вопрос. После того, как вы начали заниматься в историко-патриотическом клубе «Генерал», улучшились ли ваши оценки по истории? Да. Насколько и чем действительно занятия помогают? Бывает, что Андрей Владимирович рассказывает много интересного, да, таких запоминающих, и просто иногда на истории как раз спрашивают про эту дату, и ты один знаешь на нее ответ, и тебе говорят «молодец» и ставят хорошую оценку. Что чувствуешь вот в этот момент, когда весь класс нам в количестве, ну, примерно 30 человек, ну, потупив глаза вниз, молчит, а ты гордо встаешь и говоришь «я знаю» ответ. Я потом хвастаюсь. То есть, наверное, чувство радости, да, и гордости за саму себя, что я это знаю. Да. Кирилл, а как у тебя обстоят дела с историей? У меня все хорошо. Да, действительно, как уже Мила сказала, каждый раз, когда мы, допустим, проходим определенную тему по истории, я говорю «да, я знаю, нам Андрей Владимирович уже рассказал про нее». И учительница действительно просит рассказать «расскажи-ка нам поподробнее, пожалуйста». Ну, вот получается, что даже на обычных уроках ребята становятся такими уже помощниками педагогов, то есть они уже пробуют себя в роли оратора. Я бы эту тему развил. Мы немножечко хитрим в ряде случаев, то есть, например, есть возможность прийти на какие-то замены. И вот последний раз, когда у нас такое произошло, мы как раз готовили ребят по Ленинграду для выступлений в пятых классах. И сам по себе урок он представлял работу с тетрадью Баира Иринчеева по медали за оборону Ленинграда. Ребята ее быстренько штудировали и должны были за вот эти отведенные там 30-40 минут выбрать какие-то вопросы, при помощи которых они смогут в пятых классах эту тему раскрыть. И те, кто формулировал самые такие вопросы объемные или такие самые интересные, скаверзные, они получали оценку именно по этому предмету, который, во-первых, заменяется. То есть, для них это был хороший, на мой взгляд, мотивирующий такой момент. А во-вторых, мы буквально через два дня этих ребят как раз и бросили в пятый класс, где они, в общем, рядом, находясь с педагогом, тем не менее, на себе там в четвергом, втроем этот урок провели. И, в принципе, нам осталось только еще подготовить такую социологию, ну, как социологический опрос, который мы будем в пятых классах проводить до занятия и после, чтобы понимать, насколько мы с этими вопросами именно угадали, насколько мы угадали с тем, что вот ребята пришли. И, опять-таки, для самих ребят, которые в этот момент выступили и как организаторы в каком-то смысле занятий, и как педагоги, это опыт. И здесь мы решаем подспудно очень много задач. И не обязательно это только ораторское мастерство, потому что тут же и выступление перед другими людьми. И кто-то получает удовольствие от того, как он это делает. И, соответственно, мы тогда говорим о том, что это какие-то элементы профориентации. Потому что, возможно, эта девушка или этот парень, они не будут педагогами, но вот именно выступать на людях, например, им понравилось. Или, наоборот, им понравилось методически готовить. То есть он получил удовольствие от того, что его вопрос оказался самым интересным для пятого класса. Ну, почему нет? Андрей Владимирович, планируете ли этот опыт тиражировать? Обязательно. У нас планируется очередная поездка в Артек на международную смену в мае. И в рамках вот этой смены «Вечный огонь» поедут ряд представителей из известных клубов. И они будут презентовать свой опыт, в том числе и игровой, в том числе и исторический, в том числе и по проведению каких-то элементов интерактивных программ на широкую публику. Там, во-первых, 500 человек сама смена, во-вторых, там ребята из самых разных стран. Спасибо огромное, что нашли время, пришли сегодня в нашу студию, узнали много интересного. И я надеюсь, что благодаря нашей программе, вашему выступлению, Одинцовские ребята присоединятся к вашему движению и подхватят все ваши идеи. Будем держать пальцы и надеемся, что придем еще раз. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!